Этот железный монстр чем-то напоминает газонокосилку или комбайн. Четыре колеса, впереди стальная жадка с резцами. Только не для сбора урожая, а для уничтожения противника. Управление полностью дистанционное. Дмитрий со своей командой Кинетик собрал этого робота, чтобы принять участие в битве. Парни уверены, их машина лучшая и обязательно победит. У нас очень хорошая рама, четыре мотора, острые шипы и рамка. Все это вместе дает нам очень хорошие шансы против остальных роботов. А соперники серьезные. Вот, к примеру, еще один монстр. Его оружие – циркулярная пила. Достойный соперник. Дмитрий с друзьями в настоящее время дорабатывает своего робота, чтобы и циркулярная пила была не страшна. Рабочее название этого монстра – телега. Но к поединку ему придумают более презентабельное имя. А пока главное – полевые испытания. Ну вот, начался последний этап испытаний в виде жертвы, как вы сами можете наблюдать. Корпус системного блока. И сейчас мы узнаем, на что способен этот робот и как он себя поведет на турнире. Ну что ж, посмотрим. Парни рады, испытания проходят успешно. Условные противники несут потери. Следующая жертва – принтер. Также уходит под нож смертоносной жадки и разлетается на куски. На сегодняшний день заявлено со всей России более 20 команд из Уфы, из Москвы, из Ростова и из других регионов. Главный приз – это 300 тысяч рублей, который получит победитель битвы роботов. Конструкцию всех разная, интересная. И действительно, на битве роботов будет на что посмотреть. Весовая категория роботов – до 50 килограммов. Все команды собирают своих железных бойцов на свои деньги и средства спонсоров. В среднем на одного железного дровосека уходит до 50 тысяч рублей. Битва состоится на Пермской ярмарке 12 ноября. Начало состязания в 17.00. Вход свободный. Евгений Гуляев, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Продолжение следует...